Добрый вечер! Информационная служба телерадо-компании Гомель протягивает свою работу в эфире. У студии для вас працует Евген Пабалавец. Для 150 тысяч школьников Гомельской области сегодня начался новый учебный год. Свои двери отшинили больше 500 научных установ. Святошные урочистости прошли и в Рогачеве, где после масштабной реконструкции открылась третья середняя школа. Каким чином комфортные умовы сприяются повышению якости и эдукации? Высветлял Олег Синтеров. В наступном году третья Рогачевская середняя школа означает юбилей 55-ти годов. Она была побудована в 1962-м. Причем урочистости пройдут уже уодновленным будинком. На реконструкции установят с бюджета выдастковано больше 10 миллиардов недоминованных рублев. Рыхтываться до капитального ремонта у школы почали еще подчас зимовых каникул, когда у классов провели работы по домонтаже второй мебли. Или основные работы зарабили на протягу лета. Монтаж нового даха, замена оконных блоков, доброаппаратывание территории. При этом частке работ выкнали так званым господачем способом с протягнением волонтерских отрадов. У их состав уключили наученцев, будовничных колледжев, Заргачева, Гомеля и Мазера. Ко администрации школы кажут, что теперь для наученцев створены умовы, которые отвечают всем потребованиям. А после еще и тем больше важно, что уже 20 годов установа заявляется у денег международного адвокационного проекта школы-партнеры будущего. В его рамках не только отбывается обмен делегациями, а и выучаются лепшие на просовке замежных партнеров. Мы подписали дружественное соглашение с гимназией города Гебезея. Это земля Тюрингия, Германия. И данный проект осуществляется в виде школьного обмена, в результате которого мы изучаем культуру, традиции народов как Германии, так и Беларуси. Третья Рогачевская средняя школа различена крыхубочек на 500 мест, хоть в последние годы колькость школьников тримается на постоянном узровне, когда 400 человек. Правда, на некий недоход в ученю тут не скаржится. Так кажется, навык больше комфортно организовать научный процесс. В учене, до речи, эту думку полностью поделяют. Отразу после урочесления некий, будучи выпускники, делятся планами. Первая важная большая смерть поступать в высшей научной установке, в тымнику, на педагогической специальности. Когда столько лет видишь перед собой, приклад к добросумленным относен до своей профессии, на его можно равняться. Я хочу поступить в Кулешова на психолога. Школа дала мне прекрасное образование. Здесь очень хорошие учителя, я горжусь своей школой. Новый компьютерный класс с 11 компьютеров и усягой необходимого для их работы обслуживания подарунок третьей Рогачевской школе от Гомельского оборудования. Подосконаливание адекватного процесса, потребование часом, не покидающей позавовагой, необходность захования здоровья школьников подчасовой учебы, больше уважить, теперь будем надаваться якостному засвоению информации. По великим рахунку, зараз очень повинен не запоминать механично великые объемы ведов, а быть сдольным, свободно знаходить их у отповедных крыльницах и выкрасовывать эту информацию на практице. Есть современные технологии, это и интерактивные доски, которые сегодня активно применяются в учебных процессах, современное оборудование, учебники, которые сегодня должны быть на уровне, и я думаю, что в ближайших пять лет Министерство образования выпустит такие учебники, которые будут удовлетворять сегодня и детей, и родителей, и учителей. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель» с Рогачёва. Яскравые выступления детей, ширые душевные пожидания от педагогов, батьков и гостей свято. В Папоротнянской средней школе Жлобинского района урошистая линейка по традиции проходила под открытым небом. Мероприемство ладилось пригоже и весело, а на этот раз я шею по-особливому масштабно, потому что все лета установа эдукации пополнилась новыми вучнями. Усе под обязанностью в репортаже Вероники Ворошилины. Мы первые по централизованному тестированию в области. Мы сохранили лидерство в олимпиадном движении. То есть у нас есть все для того, чтобы с желанием идти в школу, чтобы каждый день приносил только радость, радость новых встреч, новых познаний. Очень хочется пожелать всем здоровья, удачи, творчества, любознательных учеников. Пусть у нас у всех все получится в новом учебном году. Каля 12 тысяч вучням, минавито такой лишь бы, для Жлобинского района отзначены новый научальный год. У першиню паров установы эдукации переступили каля полторы тысячи першоклассников. Для их это свято новая приступка життя, якая дает команду «Старт», у невядомая, цикавая подорожа. Папоротнянская средняя школа Жлобинского района объедняла в своих стенах 170 вучням. Большая из них – дети суседних населенных пунктов. У новом научальном годе тут так само будут займаться былые выхованцы Доброгощанской базовой школы, якая все лето была закрыта за аварий на Гастану. Ребенок, конечно, немножко переживает. Новая школа, дети. Ну, я ему сказала, что привыкнешь. Ну, а так, школа мне очень понравилась. Просторная, красивая, классы такие красивые. Я довольна. От Доброгощи до Папоротнянской средней школы прикладно 12 километров. Как полегшись, наученцам не близкий шлях доведу, запущены автобусы, которые забеспечивают свой часовый комфортный подвоз детей. Расписание утверждено в отделе образования, согласовано с ГАИ. Водители прошли все медицинские заключения, техосмотры, автобусы тоже прошли. То есть все у нас организовано. Дети будут приезжать двумя рейсами из Доброгощи и тремя рейсами обратно, потому что родители изъявили желание не ходить в группу продленного дня, чтобы детки не находились здесь. Мы их будем отвозить сразу после занятий. Своих и раннейших, и новых ученев Папоротнянская средняя школа сустрела одремонтованной спортивной залой, а так само обновленными господарчим способом научальными кабинетами. Приемным подарунком для наученцев Папоротнянской средней школы Жлобинского района все лето станет и новое эдукационное обсталявание. Наборы для лабораторных и практичных занятков, сучасный электронный микроскоп, наглядные материалы для подрыхтовки до олимпиад и других интеллектуальных конкурсов. А так само шматликие муляжи по курсу ботаники, зоологии и анатомии. Даже такому эдукационному арсеналу могут позаиздростить навод многие городские школы. В этом храме науки саправды створены все умовы, как выховывать у детей любого доведа, спорта, творчества и працы. А тому на новый научальный год педагоги и батьки Папоротнянской средней школы Жлобинского района ускладают великие надеи и чекают от своих детей поспеховости и завоевания новых вышинь. Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко, педагоги компания «Гомель» с Жлобинского района. Початок научального года сегодня урочисты означали и высшие научальные установы. Першокурсниками Гомельского державного медицинского университета сегодня-то стали 550 человек. Под час уступной кампании 2016 абитуриенты показали добрый узровень ведов. Самый высокий балл при поступлении – 365. Середний проходный балл склал около 300. Первоважная большаясь першокурсников будет научаться на лечебном факультете. 100 человек приняты на медико-диагностичной. Удел в аворочистостях с нагоды початку нового научального года сегодня принял министр Аховы Здоровья Республики Беларусь Василь Жарко. Он пожадал студентам поспехов в учебе и выказал надею, что усеяны станут высокопрофессийными специалистами. Темчасом студентскую семью Гомельского державного университета Мяфранциска Скарыны пополнили больше за тысячу першокурсников. Специальным гостем линейки стала магистрантка ВНУ, сребренный призер Олимпиады Урея-Де-Жанейра Мария Мамашук. Перед початком мероприемства прием у ректора университета. Мария пришла разом со своим тренером Сергеем Смалем, далече так само сребранным призером Олимпийских гульняв и выпускником ГДУ. Переемность поколения у деяния. У Музея спортивной славы Гомельской области фото славутых наставника и в учанице так само побач. Почас подрехтовки до гульня у Бразилии Мария находилась у академичной матпочинку. Зараз мая намер вернуться до навучания и приступить до написания диссертации. С тематикой працы уже вызначилась подрехтовка профессийных борцов. И тут да поможет уласный опыт. Я думаю, это много поможет мне, потому что мне будут какие-то моменты, какие-то вопросы, будет легче перенести их, потому что проанализировал свою подготовку. По выниках селедней уступной кампании у ГДУ выканали план приема абитуриентов. На бюджетную форму научания заличено 600 человек, на платную 450. Жадаю, чих учиться в НУ было куда больше. Например, на правознавство конкурс перевышал 20 человек на место. На специальность финансы и кредит больше за 6. Гэта научальный год будет не простым для супрацовников университета. Напереде двойный выпуск. Наступным летом диплома высшейшей адукации отримают студенты, які научались по 5-годовой и 4-годовой программах. А гэта больше за 3 тысячи человек. 2 тысячи из них научаются на бюджетной форме, а им треба будет найти первое место працы. Университет готов к этой работе, и мы уверены, что все выпускники университета найдут достойное применение своим знаниям. Максим Савин, Валерий Гапанько, Телерадио компания «Гомель». Распачался новый навучальный год и у Гомельским училища Олимпийского резерву. Гэта – саправдная кузня зорок спорту. И каждая Олимпиада – своя особливая выник работы наставников и тренеров. Узять перспективного хлопчика ци девчинку со спортшколы, узгадавать и передать спортсменам-профессионалам у школу высшейшего спортивного майстерства. Задача не простая, однако коллектив училища с еей поспехово справляется. Зараз тут отримливают эдукацию больше 300 человек. Сиротых есть майстри спорту Беларуси и майстри спорту международного класса. Многим из них уже для дома смак перемог. Однако мета одна – Олимпиада. На рахунку выпускников училища 23 олимпийские медали. Гульни Урея пополнили скарбонку на три узнагороды. И сучасные олимпийцы – приклад и лепший мотиватор для молодых спортсменов. А новый научный год ставит новая задача. В области завоеваны нашими спортсменами три медали, шестью участников. И вот все вот эти дети, ребята, девочки, они прошли школу училища Олимпийского резерва. Здесь они постигали азы, осваивали мастерство, была вложена, колоссальный труд был вложен нашими тренерами, спортсменами, воспитателями. И, конечно, это придает хороший заряд всему нашему коллективу, потому что мы понимаем, что мы на правильном пути. Протягиваем выпуск. До проведения выборов депутатов Палаты Простовников сегодня рыхтуются не только члены комиссии. 11 вересня на участках будет организованный хандаль разностайной продукции. Отбудутся концерты самодейных и профессийных артистов, а так само бесплатные консультации юристов. Кто и как планует провести день выбора, доведалися наши корреспонденты. У Гомельской областной нотариальной конторы гэтые працонные дни ничим не адрозниваются о достатнях. Что год до нотариуса региона приходит каля 500 тысяч человек и усим необходимо оказать квалификованную допомогу. У гэтым месяце дарыши с работы белорусских юристов знайомилась специальная комиссия Международного союза нотариусов. Зробленный вывод наш нотариат, отповедаясь усветным потребованиям. 11 вересня специалисты областной конторы будут спрацовать на выборщих участках. Первое, все в буйных городах. Усе консультации бесплатные. Нотариус, учитывая, что все-таки он юрист высокой квалификации, может и дать направление человеку, как действовать. То есть он конкретно отвечает по данной ситуации, если это касается нотариата. Если же это касается нарушения каких-то других прав, он определяет и говорит, что этим вопросом должен находиться вот такой-то. Записывает, если необходимость есть. И если эта проблема не разрешенная, то чаще всего они делают потом докладную записочку, передают местным органам, для того, чтобы они посмотрели, что дальше делать. До дня выборов сегодня рыхтуется и установы гандлю. На тех участках у сельских населенных пунктах, где нема места, продаж организуют с допомогой аутолавок. У остальных будут просовать буфеты, а гульная колька, с яких перевысить 800. А проща продуктов харчавания, выборщикам пропонуют промысловые товары и сувенирную продукцию. Плюс организация дегустации, проведение акций и конкурсов. При этом уголовном управлении гандлю по слуху всем организациям пора или зарабить по мер надбавки минимальным. До выступлений на выборщих участках активно рыхтуются и артысты, як самодейные, так и профессийные. У Гомельской областной филармонии на импровизованные сцены планует выйти эстрадно-симфоничный оркестр и камерный хор под керавництвом заслуженного деяча культуры Беларуси Алены Соколовой. Гэта, саправды, знакомитые коллективы, які только за прошлый год примали удел у таких мероприемствах, як Дні Гомельской в области у Калининградзе, хоровое вече у Минску и пасхальный фестиваль у Рогачёве. Улишваючи колькость у дзильников, выступать яны змогуть на больш-меньш великих плясовках, одна з яких знаходяться у областным громадскокультурным центры. Правда, остатні участки безкультурной программы так сама не застанутся. Абсолютно каждый участок будет сопровождаться культурной программой. На сегодняшний день наши коллективы самодеятельные, любительские, профессиональные, все уже готовят свои новые программы. И каждый житель, каждый избиратель в свой почтовый ящик традиционно получит небольшую такую листовочку, где будет прописано, какой коллектив они смогут услышать на своем избирательном участке. Олеся Нечуров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Завтра на телеканале «Беларусь-3» протягнется трансляция передвыборных дебатов кандидатов у депутаты Палаты представников Национального схода Республики Беларусь шостого скликання. У 19.00 годин стартуют дебаты поміж претендентами на месе у парламенте по гомельской новобелецкой выборчай окрузе номер 36. С 19.25 до 19.45 в дискуссию будуть вести кандидаты по житковицкой выборчай окрузе номер 39. Гэты иншы новины вы можете знайсті на нашым сайте у интернете по адресі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершенный у студии працывал Йоген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи у эфиры.